Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста «Послание к римлянам» 15 глава 20 по 22 стих, мы зададимся следующим вопросом. «Признавал ли апостол Павел каноническую территорию апостола Петра?» Согласитесь, что вопрос достаточно актуальный, особенно в наше время, когда идут споры между целыми патриархатами о правах канонической территории. И как писал апостол Петр, говорит ли кто, говори как «Слова Божие», то есть важно найти аргументацию и в самом Священном Писании, отвечая на подобный вопрос. Итак, прочитаем обозначенный отрывок. Это «Послание к римлянам» 15 глава с 20 по 22 стих. Первверховный апостол Павел пишет «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем, то есть о Христе, все известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие это много раз и препятствовало мне прийти к вам». Итак, мы видим, что апостол Павел, первверховный апостол Павел, признавал каноническую территорию апостола Петра, первверховного Петра. И он пишет в «Послании к римлянам», а «Рим» — это кафедра апостола Петра, что он опасается, дабы не созидать на чужом основании. И он видит в этом проблему, что если кто-то будет поступать подобным образом, он будет разрушать дело Божие. И такая опасность, она действительно существует. Давайте посмотрим, есть ли святоотеческие подтверждения такому пониманию слов апостола Павла. Теодор Тарсийский писал, «Павел не избегает общения с другими апостолами, но считает стяжательством и несправедливостью похищать славу чужих деяний». То есть он стремится к общению с апостолами другими, но он не хочет стяжать, несправедливо похищать чужую славу, потому что римская церковь создается вначале трудами только первоверховного апостола Петра. Святитель Иоанн Златоуст, это его гамилии, беседы на послании к римлянам, он пишет, «Вот еще одно преимущество апостола, который не только благовествовал многим народам и обратил их, но и не ходил с проповедью к тем, кто уже были научены». Павел настолько был далек от того, чтобы навязывать чужим ученикам и делать это ради славы, то есть собственной славы, что даже учил еще не слышавших проповеди. «Говорит же он это римлянам, показывая, что чужд тщеславия, и что решил написать им не из любви к славе и почести, но исполняя служение, совершая священнодействия и вожделея их спасения». А вот то, что писал святитель Геннадий Константинопольский об этом тексте, который мы рассматриваем. «Эта мысль, — говорит Павел, — и цель такого усердия, покаместь, воспрепятствовали мне прибыть к вам, я знал, что вашим учителем был апостол Петр, а у здешних людей доселе не было никого, кто рассказал бы им о Христе». То есть апостол Павел не стремился созидать на чужом основании, чтобы не воровать чужих овец и не нарушать канонические границы другой поместной церкви. И хотя все апостолы делали общее дело, и они все были исполнены благодатью Духа Святаго, и Дух Святой руководил их деяниями, при всем при этом он не чужд был и установленному еще в древности порядку. Когда евреи вошли в землю обетованную, что значит Бог отдал им землю? Земля была поделена между двенадцатью коленами, и каждое колено имело свой надел. А внутри каждого надела каждая семья, «шемишпаха» – это семья, она имела свой надел, и это в порядке вещей. И апостолы тоже придерживались принципа незыблемости канонических территорий, чтобы никто не имел права их нарушать. Это прецедент, я бы сказал, юридический прецедент для нас, который может устанавливать каноническое право, поддерживая его в данном вопросе. Итак, друзья, мы сегодня рассмотрели одно из сложных мест Священного Писания. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим изучение трудных мест Священного Писания. Но параллельно я начинаю в следующий раз новый цикл. Это беседы по нравственному богословию. За основу будут браться разные добродетели, разные грехи рассматриваться, какой добродетели, какой грех противостоит, какому греху какая добродетель противостоит, и какое вообще значение для нас имеют те или иные добродетели. Без стяжания которых мы едва ли можем принести удовлетворение Богу. Потому что Христос говорил, что древо познается по плодам. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.